Хорошо, что люди собираются, интересуются блокчейном. На самом деле все интересуются больше, как заработать на этом. И как правильно вложиться в какую криптовалюту, во что. И последние события показались, что мы все ошибаемся в криптовалюте. Все мы не умеем вкладывать, в общем-то, не контролируем процессы. Какие-то киты могут опустить, поднять, в общем-то, отобрать наши деньги. Но, тем не менее, я рад, что люди собираются и верят в блокчейн, криптовалюту. Но я сегодня хотел поговорить о другом, о том энтузиазме, который двигал людьми, когда они создавали и блокчейн, и криптовалюту. Потому что, когда возник только эта идея выпустить биткоин, то те люди, которые первые его майнили, они даже, мне кажется, чисто верили в то, что это когда-либо будет продаваться на этих своих простеньких компьютерах. Они добывали какую-то цифру, за которую ничего нельзя было купить толком. Вы знаете эту знаменитую пиццу, где было потрачено 10 тысяч биткоинов на приобретение пиццы. Но это были интересные люди, потому что они так верили в технологию. И это очень связано с теми сегодняшними событиями, которые, возможно, происходят в Украине и по всему миру. Что эти люди на базе тех технологий, которые они знали, они просто иногда собирались, и как какие-нибудь отщепенцы, хиппи, где-нибудь в пустыне, и даже устраивали специальные мероприятия, где они просто между собой хотя бы рассчитывались этими цифрами. И какое-то время они действительно могли рассчитываться только вот, организовав некое крипто-сообщество, которое позволяло им хотя бы чашку кофе купить за этот биткоин, хотя бы бутерброд какой-то. И на самом деле эти люди были теми либертарианцами, настоящими либертарианцами, которые, или анархокапиталистами, которые возненавидели государство во всех его проявлениях. Потому что это были, возможно, молодые люди, которые никак не хотели подчиняться чиновникам. И, в общем-то, они для себя сделали эту экосистему, которая позволяла им не подчиняться никому, даже такой стране, как Соединенные Штаты Америки, где все очень регламентировано, очень строгие законы по бизнесу, и, возможно, из-за этого они сделали так, что Сатоши Накамоту не может найти ни ЦРУ, ни ФБР, его просто не существует. Это как бог. Как иудейский бог, которого никто не видел, не знает, и как он выглядит, и вообще его не существует, возможно. То есть, на самом деле, сотворили некую религию, в которую сами поверили. И вот 9 лет развития этого направления сейчас нам сигнализирует, что государство терпит поражение от вот этих ботанов, которые были помешаны на этой технологии. Государство даже таких мощных стран, как не может взять под контроль ни биткоин, ни криптовалюту, ни блокчейн. То есть, появилась некая технология, которая действительно может разрушить государственные устои, которые существовали много лет и всегда ориентировались на то, чтобы были деньги. Когда государство контролирует деньги, оно контролирует вас всегда. Через центральный банк, через федеральную систему, через свои доллары или через свою гривну, по-любому оно контролирует бизнес. Потому что вы идете расплачиваться, и вас видит любой банк. Вот появляется система, когда вас не видно. То есть, это, конечно же, безумно приведет к колоссальным переменам. Я, к сожалению, что я очень поздно в это встрял, только там в ноябре месяце начал интересоваться. До этого я сам был далек от этого, заявлял о том, что это непонятная вещь и не нужная никому. Но когда я понял это до конца, потому что мне никто не мог толком объяснить, когда я сам разобрался, почитал книжки по этому поводу, я тогда прозрел, и я увидел в этих книгах, что очень много рассуждений как раз идет о либертарианстве, о свободе, о возможностях человека. И даже меня восхитил человек, который сел за это, за наркотики на три пожизненных срока. Вы знаете, создатель этого шелкового пути, молодой парень, ему, не знаю, там 25 по 30 лет, но он был арестован за то, что заказывал убийство. Казалось бы, чудовищно, через свой шелковый путь рассчитывали столько биткоинами, в том числе за наркотики, оружие, заказные убийства, за все, что угодно. Не могли вычислить, вычислили. Забрали биткоины. 32 тысячи было продано через Министерство финансов США на открытом аукционе. Когда кто-то говорит о том, что Соединенные Штаты Америки запретят биткоины, они уже, государство продало 32 тысячи биткоинов вот этого шелкового пути, конфисковал их у них. Так вот, этот человек высказывался удивительным образом. Я прочитал, как он говорил на форумах, как он переписывался тайно. Он описывал свои мечты о государстве, в котором все службы выполняют свои обязанности, которые зашифрованы в криптокод, и когда невозможно не выполнить эти отношения. И, конечно же, когда появилась эта система блокчейн, когда он, просто увлекаясь этой идеей, создал сайт, который не может вычислить ФБР, он был в восторге от собственных технологий. И как это касается нас? Потому что сегодня мы находимся в Украине, уже прошло много лет. Все сейчас говорят, только ленивый не говорит о блокчейне. Говорит президент, говорит его окружение. Все собираются куда-то его внедрять. Но я всегда ставлю вопрос очень практично. А, у вас есть биткоин или нет биткоина? И я слышу, что у людей, у которых нет ни одного биткоина, лучше всех разбираются в биткоинах. И лучше всех могут дать советы, что это фигня, это не надо туда вкладываться. Дальше следующий вопрос. Оказалось, что люди много говорят о блокчейне, но задаешь вопрос, а как ты пользуешься блокчейном? Как каждый из вас пользуется блокчейном? И этот же самый вопрос я ставлю себе. Биткоин, допустим, я купил и уже чувствую себя очень современным чуваком, правда потеряв на каждом биткоине по 3 тысячи долларов на сегодняшний день. Но тем не менее чувствуешь, что ты в теме. Ты уже следишь за этими графиками. За два месяца я прошел путь начинающего трейдера. Раньше никогда не интересовался, теперь я день и ночь слежу за этим. Я думаю, это чувство всем знакомо. Но вопрос, а кто пользуется в других отраслях блокчейном? Никто. Я не могу найти людей, которые в этом толком разбираются. Как нам пользоваться блокчейном в повседневной жизни между нами? И вот я вспоминаю вот это крипто-сообщество, которое 9 лет назад организовывалось некое сообщество и начало на энтузиазме поднимать эту цифру, поднимать этот биткоин, расплачиваясь между друг другом. И, конечно же, моя мечта такая же самая. А как мне партию, единственную либертарианскую партию 5.10 зашифровать в биткоин? И, конечно же, должны возникнуть специалисты. Может быть, они сейчас здесь есть. Это мое первое обращение. Я еще не писал даже в Facebook эти обращения. Что кто разбирается в блокчейне и с энтузиазмом хочет включиться в эту работу, создать этот токен 5.10 и запустить для крипто-сообщества Украины с единственной целью. Разрушить это проклятое государство. Разрушить эту монополию государства на насилие, на деньги, на контроль над нами. Потому что любая программа партии на будущее должна быть зашифрована в блокчейне. Это очень важно. Потому что если просто так политики опять будут говорить на каждых выборах свои прокламации, то попробуйте придумать математический код и как записать это в блокчейн, житый по-новому. Выяснится, что как только программисты начнут закладывать программы партий в блокчейн и записывать его в программный код, выяснится, что у нас нет ни одной программы партий. У нас есть прокламации за все хорошее. Ну тогда надо так и записать за все хорошее. Ни начала, ни конца у него нет. Как и житый по-новому тоже нет. Поэтому моя партия хотела бы сотрудничать с людьми, которые в этом разбираются. Которые могут помочь выпустить токен 5.10. Которые могут зашифровать программу партий в блокчейн. Потому что это хорошее математическое обязательство перед своим крипто-сообществом. Это хорошая организация, когда люди на энтузиазме будут поднимать свою партию, которая будет отстаивать их принципы. Вот те самые свободы. Вот те самые либертарианские принципы, которые заставили создавать вот это вот блокчейн-сообщество. Или крипто-сообщество. То есть людей, которые являются настоящими противниками государства. Я как политик всегда был уверен до последнего времени, что государства разрушат какие-нибудь или военизированные отряды, или перевороты, или майданы. Но вы увидели, мы уже прошли несколько майданов и ничего не происходит. Потому что финансы остаются под контролем государства. Если мы с вами когда-нибудь примем участие в построении такого сообщества вокруг партийной структуры. В том плане, что оно записано в блокчейне. И люди смогут выполнять заказы для партии за 5-10 токенов, а потом участвовать в выборах, внося эти 5-10 токенов для того, чтобы участвовать в парламентских выборах, и проникать в парламент государства, они очень быстро приведут к изменениям в стране. Они очень быстро позволят в этой стране и добывать, и майнить, и свободно торговать криптовалютой, и внедрять, где только можно, этот криптокод, этот блокчейн. Поэтому, если есть здесь люди-специалисты, найдите меня, подойдите. Если вы с энтузиазмом готовы включиться в эту работу и потратить свое время, за это платить никто не будет. Для того, чтобы создать этот токен, запустить, зашифровать, и в конце концов стать в мире, может быть, первой партией, которая кинет вызов государству, а государство у нас слабое, его действительно могут криптовалютчики на сегодняшний день пошатнуть. Потому что только эти люди на сегодняшний день имеют возможность собрать достаточную сумму, чтобы купить телевидение, купить билборды и воздействовать на массы, внедрить в парламент как можно больше либертарианцев. Я надеюсь, что здесь присутствуют одни либертарианцы. Потому что люди, которые восхищены либертарианскими идеями, те, которые действительно восхищены технологиями, а технологии будут менять государство. И спасение приходит именно от технологий. Потому что, оказывается, обычные ботаны могут сломать хребет государству, просто перестав ему подчиняться. Просто создав какую-то систему, в которой не понимает ни один чиновник, а если даже понимает, он туда проникнуть из закона не может. Вот это наше будущее. И, возможно, вы начнете присоединяться к партии 5.10 в том плане, что становиться этим самым крипто-сообществом, сообществом блокчейна, которое начало само переходить на эту систему. Потому что на самом деле будущее уже не в майнинге. Будущее уже даже не в спекуляциях. А будущее в том, как вы лично пользуетесь блокчейном и криптовалютой. Рассчитываетесь ли вы между собой, платите ли вы зарплату криптовалютой, продаете ли вы недвижимость, что тоже очень интересно, потому что, когда я выставил свою недвижимость, которая у меня есть в биткоинах, я ужаснулся этим цифрам. То, что стоило миллионы, оказалось, стоит 200 биткоинов, 100 биткоинов. Есть офисы по 20 биткоинов. Но это полноценные офисы в правительственном квартале. И ты понимаешь, когда тебе говорят о том, что биткоин ничем не подкреплен, ты говоришь, подождите, я собираюсь продавать и готов подкрепить это настоящей недвижимостью. Поэтому, если здесь есть люди, которые хотят купить недвижимость за биткоины, пожалуйста, подходите, я вам продам за биткоины. И каждый из вас сейчас должен ставить вот эту задачу. Как я пользуюсь блокчейном? Как я лично, а не государство, не кабинет министров, не их обещание, как я могу воспользоваться этим? Потому что те люди, которые смогут продавать в биткоинах, продавать в криптовалюте, они получают возможности новых денег. И эти деньги огромные, потому что к ним относятся еще не как к деньгам. Они для некоторых легкие. И, кстати, когда биткоин летит вверх, люди очень здорово жертвуют и на партии, и на благотворительность, потому что они вдруг становятся страшно богатыми. Так было, когда было 19 тысяч долларов за один биткоин. То есть участие в этом можно и через партийные структуры. Поэтому я вас призываю, присоединяйтесь к партии 5.10, потому что она единственная либертарианская. Единственная, которая делает ставку и хочет сделать ставку открыто. Открытый код сделать на блокчейне нашей программы партии всего 10 пунктов. Продать всех госпредприятий к чертовой марте, они коррумпированы. Начать продавать землю совершенно свободно на свободном рынке. Разрешить свободное ношение и владение оружием для граждан Украины. Свободно майнить, свободно расплачиваться, как платежным средством на территории Украины, криптовалютой. Свободное хождение всех валют на территории Украины. Это простые принципы. Потому что они именно и удаляют государство из вашей жизни. То, в общем-то, ради чего вы и собираетесь. Потому что каждый из вас, занявшийся криптовалютой, приехав на форум по блокчейну, уверен, мечтает об одном. Быть по-настоящему свободным человеком. А это значит, у вас в кармане смартфон, там в кошельке достаточно биткоина, вы в любой части мира выводите на карту деньги тогда, когда вам нужны. Отщипывая по 10 тысяч долларов, по 5 тысяч долларов, путешествуете, живете свободной жизнью. И ради этого вы здесь. Ради того, чтобы поймать эту удачу. Но ее можно поймать еще и политически. Потому что если либертарианцы ворвутся в парламент, у нас будет либертарианская страна. Если там будут коммунисты, социалисты, ляшки, тимошенки, националисты, вы будете жить в грязной, вонючей стране. Хотя будете и с биткоинами. И вот эта мечта вдохновляет меня ездить по форумам, выступать, присоединять многих к вот этому великому замыслу. Который был у тех людей, которые были первыми энтузиастами. Они были помешанными людьми, которые верили в свою цифровую валюту, в биткоин. И расплачивались между собой. Вот это вот интересно. И сколько лет, вдумайтесь, почитайте историю биткоина, посмотрите фильмы. Сколько лет они буквально на себе тянули и поднимали, просто веря, что в будущем ею будут расплачиваться. Они видели в этом перспективу. И прошло всего 9 лет. Уже 10-й год идет. И мы видим, что биткоин завораживает уже всех, затягивая сюда уже крупные институты. Финансовые в том числе. А нам с вами, возможно, предстоит затянуть сюда всю страну. Но можно ее затянуть только через партию. Другого пути у вас в парламент попасть нет. А вот такой путь возможен. Поэтому участвуйте и в партийном строительстве через блокчейн. Но особенно меня интересуют специалисты, которые могут помочь это сделать. Я это уже не сделаю. Мне 57 лет. Я слабо разбираюсь в компьютерах. Я скорее верующий в это направление. И вижу в этом единственное, как бизнес-философ. Это новые деньги. И надо начинать думать в новых деньгах. Уже даже не в долларах, не в евро. Тем более не в гривнах. А именно думать биткоинами. И вот к этому я вас призываю присоединяться. Вот этим занимается партия 5.10. Единственная либертарианская в нашей стране. Хоть мы и не являемся анархокапиталистами до конца. Может быть, когда-нибудь к этому придем. Но меня восхищают люди, которые стали настоящими анархокапиталистами через вхождение биткоина и блокчейна. В нашу повседневную жизнь. И сегодня он уже с нами. И те люди, которые здесь, безусловно, понимают, о чем я говорю. Ну, в общем-то, вот это я вам хотел донести сегодня, что блокчейн надо использовать в своей повседневной жизни. Им надо начинать, если биткоин, надо начинать расплачиваться, давать ему движение, продавать товары или услуги, которые вы делаете. Именно в этой валюте то же самое надо как-то это приспособить и к политике. Потому что тогда это выровняет все в стране. Потому что в блокчейне записывается математический код. А его нельзя уничтожить, его нельзя убрать. Это как вот то самое сообщество, которое при помощи криптовалюты меняет весь мир, всю платежную систему. И банки в ужасе сейчас от этого. Что, возможно, из банков потащат деньги именно в эту систему. Потому что она дает больше денег, больше заработка. Но в том числе оно, возможно, изменит нашу жизнь. Но не тогда, когда нам государство реестры зарегистрирует в блокчейне. Или нотариусов удалить через блокчейн, что там сможем сами... А тогда, когда мы в повседневной жизни как-то сможем создавать эти криптосообщества. Которые в этом криптосообществе сами, между собой, создав некую экосистему, начали расплачиваться между собой своими деньгами, движимы некой общей целью. Потому что на самом деле нас объединяет цель. Если сегодня у вас цель у каждого тоже есть общая, но каждому индивидуально заработать, хорошо поднять деньжат на новой валюте, на новой криптовалюте, то цель может быть и более мощная. Это изменить свою собственную страну. Спасибо. Если есть вопросы... Модератор. Большое спасибо, Геннадий. Вопросы традиционно. Павел, пожалуйста. Добрый день, Геннадий Викторович. Павел. Перед вами выступало очень много спикеров. И темой этой конференции, моему удивлению и радости, было то, что практически все ставили вопрос именно о политической выгоде блокчейна. И вы продолжили в данном случае ту тему, с которой началась эта конференция. И вот они как раз и предлагали и платформы, и сообщества, которые сейчас уже у них наработаны в какой-то степени. И как раз в продолжении этой темы у меня вопрос. Одним из главных критериев, как можно продать идею, это собрать деньги с помощью технологии блокчейна. И что вы можете предложить инвесторам, для того, чтобы они вложили деньги в вашу идею? Хороший вопрос. Что мы можем предложить? Этим мы ломаем голову уже долгое время. Но подсказка опять же из прошлого. Когда эти ребята собирались и создавали блокчейн, эти программисты работали бесплатно. Они создавали некий математический код, они его выставили. Более того, судя по всему, эти математики или программисты отказались от личного славы. Представляете, как отказаться от славы, создав этот код и сказав, это Сатоши Накамона. Представляете, какой альтруизм. Много ли из нас может людей так отказаться от славы? Я не создавал этот. Биткоин, который вас так потрясает, все ищут этого Сатошу и найти не могут. Вот в этом высший замысел. Потому что иногда нам приходится жертвовать и временем, и знаниями для того, чтобы пробить свою веру. Ничего, я пришел к выводу, партия предложить не может. Ничего, кроме участия в работе партии. Ради великой цели либертарианской страны. Возможно, первой страны, в которой либертарианцы победили и взяли всю власть. Возможно, через криптовалюту, через блокчейн. Это возможности. И здесь придется тратить свое время. И ничего мы не можем не продать. Потому что если я начну за крипту продавать места в парламенте, это будет полная чушь. И я к этому выводу уже давно пришел. Если я буду продавать газовые месторождения за биткоин через партию или решение вопроса, это будет полная чушь. Это как раз объединение должно быть энтузиастов, которые понимают, что если появилась либертарианская партия, то у нее есть цель, и она будет достигать их. А не приспосабливаться к текущему моменту. Потому что на сегодняшний день главная задача политиков это приспособиться к текущему моменту, в том числе и через блокчейн. Зачем нам в Панаме офшор? Да мы в блокчейне или в биткоине сейчас сохраним свои деньги. Коррупционер хочет использовать блокчейн для коррупции. Все равно для коррупции. Поэтому здесь должен быть другой энтузиазм. Спасибо. Геннадий Викторович, здравствуйте. Меня зовут Виктор. У меня нет вопроса. Я хотел сказать, что мы готовы помочь и хотим помочь вам. Поэтому мы подойдем к вам после вашей презентации. Спасибо. Спасибо. Переговорим обязательно, да. Я никуда уходить не буду. Потому что это очень важный вопрос. Тут даже чисто я заметил, что как только какой-нибудь компания представляет слово крипто, биткоин, это уже какой-то идет хайп вокруг этого. Ну а если реальность сделать, к сожалению, которую я не могу сделать, и нужны специалисты, спасибо, что откликаются, возможно, мы это сделаем. Ну а вас призову, когда появится криптовалюта под названием 5.10, присоединяйтесь. Потому что это настоящее присоединение, это наши с вами деньги. И, возможно, они будут хорошо ходить. Здравствуйте, Геннадий. Меня зовут Максим. Вы упомянули историю Сатоши Накамонда и всех энтузиастов. И сказали, что у них цель была позитивная, изменить этот мир. Но также, я уверен, вам известно, в мире есть такая теория, как именно биткоин может разрушить социальное общество и привести к хаосу. И одна из теорий, что с момента создания биткоина, как пример, есть энная сумма, которая лежит на кошельке, которая с момента создания еще ни разу не использовалась. И как один из этапов уничтожения и приведения к хаосу, это обрушить цену биткоина на тысячи раз, что приведет людей к хаосу. И, собственно, манипуляции с этим кошельком могут к этому привести. Верите ли вы в это и в целом рассматриваете или рассуждали возможный хаос с криптовалютой и биткоином в целом? Ну, есть технологии, которые появляются, их уже уничтожить нельзя, никуда не делается. Ни блокчейн, ни криптовалюты все равно будут. И биткоин будет, и даже если выкинуть эти 700 тысяч на рынок, если на какое-то время даже он просядет, потом он восстановится. Ведь вопрос не в этом, вопрос в том, что вы правильно ставите, или правильно, или неправильно, я не хочу критиковать, но ставится вопрос, обратите внимание, вы верите в это или не верите? Вы верите в Бога или не верите в Бога? Мы многого не знаем, как будет будущее развиваться. Черт его знает, как что произойдет, если выкинут 700 тысяч биткоинов на рынок через этот кошелек. Да, наверное, право сядет, но я верю в другое, я верю в большие цифры. Так как денег примерно 200 триллионов, всех суммарно денег в мире, 200 триллионов долларов, если это в доллары перевести, то биткоин занимает на сегодняшний день, сколько там сейчас маркетов, 350 миллиардов. Это несопоставимые цифры просто. То есть рынок еще имеет такую емкость, и если биткоин или криптовалюта держит путь хотя бы к 10%, которых еще нет даже 10%, что там считается в триллионах, а здесь в миллиардах, то емкость рынка такая, что на наше поколение еще хватит. А там изобретут еще что-то. Какой альткоин опередит биткоин, черт его знает. Честно говоря, вот мы сейчас как верующие, мы верим в технологию. Технология охренительная. Передать деньги с кошелька на кошелек, не выходя там это самое, просто перекинуть. Охренительно, даже если она медленно работает. Кто мы такие, чтобы критиковать за эту медленность? Но то, что она будет работать быстрее, я не сомневаюсь. То, что она будет моментально передавать, я не сомневаюсь. То, что это будущее, я тоже не сомневаюсь. Тяжелые деньги неудобны. Я купил биткоины за наличные. Я когда их отдал в ресторане, вышел, я вышел легкий и счастливый. Меня никто не мог ограбить, эта сумма была приличная. Я передал эту сумму, у меня в кошельке под кодом лежали деньги. Единственное, что я ждал потом, это мне шел холдер, чтобы еще дальше спрятать их. Вот и все. Поэтому я верю в технологию. Я не знаю, в остальное это как вера в Бога. Спасибо большое. Еще вопросы? Спасибо, Геннадий, поддержим. Спасибо большое за внимание. Вступайте в Либертарианскую партию. Спасибо. Спасибо. Спасибо.